Запах гари в этих местах не успевает выветриваться. Только за месяц в 45-м доме по улице Советской потушили 4 пожара. Последний был 1 февраля. Площадь взгорания составила 50 квадратных метров. Дом расселили два года назад. С тех пор свое пристанище в нем нашли люди без определенного места жительства. Прямо в помещении они разводят костры, чтобы согреться и приготовить пищу. Здесь бомжи часто бывают. Здесь бывают люди, которые просто идя мимо видят, что можно туда забежать, какие-то свои потребности совершить. Про это даже вслух вроде не хочется говорить. Мы же видим и людей взрослых, которые в обнимку заходят туда вниз. Летом есть туда спуск. Оставшиеся от бывших жильцов вещи тоже не пропадают даром. Предприимчивые самарцы уже сдали тазы и кастрюли в цвет мед, а хозяйственные нашли, куда применить старую мебель. Мимо проехал, прошел, смотрел, варяет. Никому не надо. Доски разбирают. На балконе хочу ящик сделать. Вот и все. Люди выкинули, уехали. Никому это не надо. Дом отключен от газа и электричества. Но постоянные пожары опасны не только для его обитателей, но и для жителей соседнего дома. Сотрудниками отдела надзора действий неоднократно информировались органы местного управления, органы полиции и также управляющая компания «ВАСКО», в чем управление находится данный жилой дом, с целью ограничения доступа посторонних лиц, очищения от горючих материалов как внутри помещения, так и прилегающую территорию. Буквально в этом же дворе еще один такой же расселенный, но облюбованный бомжами дом. И таких по всему городу десятки, говорят сотрудники отдела надзорной деятельности. Данные по всем адресам направляют в ведомства, которые отвечают за эти дома, чтобы те предприняли меры противопожарной безопасности. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.